Всем привет! Давно хотела записать видео с ответом на комментарии, как быть без машины в Норвегии. Возможно, это или нет. Пока вот я сижу, жду своего ребенка с пения в школе, запишу для вас этот видеоответ. В общем, перед тем, как уехать из Украины, мы пробивали всю информацию по поводу машины, как, что и почему. Ну, так как у нас машина была такая, которую здесь невозможно было продать, ее бы никто не купил, раз уж только на металлолом отдать, и то за это нужно также деньги заплатить, то мы продали машину в Украине и уже ехали без машины. Но также сюда приезжают на украинских номерах. Честно говоря, я сильно не вникала в эту тему и не знаю, какие правила существуют. Я думаю, если вы захотите ехать на машине, то вы обязательно найдете эту информацию. Но единственное, я могу сказать, что переезд на машине очень дорого, дороже намного стоит, чем вы будете лететь на самолете. Это дольше. И здесь нужно будет проходить, не проходить, а страховка нужна будет. Так что, если у вас нет международной страховки, то ее нужно обязательно сделать перед тем, как вы будете ехать в Норвегию. Ну, либо же вообще просто выезжать из Украины. Вот. А теперь, что касаемо самого вопроса на этот комментарий. Все зависит от того, в какой местности вы будете жить. Если вы будете жить в более крупном, так сказать, городе, в котором есть общественный транспорт, то можно обходиться без машины, пользоваться общественным транспортом и жить себе нормально. Мы живем, можно сказать, в деревне, в которой два продуктовых магазина и один спортивный магазин спортивной одежды. Все остальное нужно ехать, покупать за 50-70 километров от нашего города. Транспорт ходит здесь очень-очень слабо. Один автобус, то есть если я еду в другой город на автобусе, то назад я уже не приеду. Только на следующий день я могу вернуться на этом же автобусе. Поэтому здесь, вот в нашей местности без машины, очень-очень туго живется. Но можно также группироваться с другими, у кого есть машина, и обходиться также без нее. Но с машиной, конечно, живется веселее и удобнее. Так, еще забыла добавить. Там еще в комментарии был задан вопрос, как добираться в школу, в садики, на курсы норвежского языка. В общем, если вы живете отдаленно, то есть обязательно школьные автобусы, которые довозят детей до школы. Если я не ошибаюсь, они бесплатные. А также вас будут возить на курсы норвежского языка также бесплатно. То есть мы учимся в другом соседнем городке, и нас возят туда-обратно на маршрутке бесплатно. Поэтому в этом вообще проблем нет. А вот добираться в магазины, это, конечно, уже немножечко проблематично без машины. Надеюсь, я хоть как-то ответила вам на этот комментарий. Ну и задавайте следующие вопросы. Буду стараться отвечать. Всем пока!